здорово овощи с вами снова александр мордынский и вы моя самая бесполезная аудитория на ю тубе сегодня у нас вторая распаковочка то есть распаковка 2 посылочки которая предназначена для сборки нашего китайского компьютера для сборки нашего китайского проекта как говорится мамка самое главное в деле по сборке компьютера и здесь у нас присутствует ничто иное как китайская мамка с интернет-магазина том топ конечно же за что им огромное спасибо и респектос ссылочки будут в описании здесь еще по моему что-то положили кроме мамки так что ща вот ща вот достану так первое а ну да здесь у нас адата ssd шка на 480 гигабайт почему адата потому что это недорого потому что это сердито и в принципе под систему пойдет то есть ничего плохого про нее сказать не могу но реально как бы это недорогая бюджетная емкая ssd шка она подойдет как для игр так для монтажа и для системы конечно хранить на ней суперкрутые важные данные пентагона я бы не стал ни в коем случае но идет у нас мамулечка мамулечка у нас colorful то есть снова опять-таки colorful та фирма которая производит видеокарты та фирма которая производит много чего игрового и здесь у нас поддержка лга 1151 то есть это новые чипсеты кибилейки z-170 логика и поддержка конечно же sky lake of предыдущего поколения в общем что мы видим на что мы видим реально это игровая мамулька это игровая мамулька и тут вот все расписано поддержка до 32 там дтттн гигов оперативы нормальные там твердотельные конденсаторы вот здесь полная роспись usb 3.1 pc и 3.0 ddr 4 и поддержка 4k потому что есть собственно hdmi вывод и дисплей порт bios по моему их здесь даже несколько и собственно распиновка давайте откроем коробочка интересная но качество принтов такое себе у нее знаете ли собственно говоря чё мы имеем в комплекте два саташных кабеля это хорошо это приятно обычно ложат один насколько я помню задняя заглушка для корпуса то есть вот такая вот стандартная упаковочка здесь у нас мануальчик диски с драйверами и ну как бы инструкция на китайско китайско каком на китайско китайском языке здесь китайский язык и здесь в конце переводишь китайский язык не знаю почему но тем не менее китайский так китайский в принципе любой школьник справится с тем чтобы прошить мамку и вставить в нее всякое ну да как бы вставлять в чужую мамку всякое это вершина школьного трудопроизводства и так выбираем коробку в сторону антистатический пакет конечно же без него никуда причем заклеен ну как обычно заклеена все хорошо антистатика у нас рулит распаковываем лежит еще на подложке у нас материнка и видим вот она у нас мамка вот она у нас мамка качество изготовления отличная но это я сейчас уже поцарапал текстолит криворукий такой ну да ладно собрано на фоксконе на минуточку собрано на фоксконе что могу сказать соплей никаких попайки нет следов флюса никаких нет и это хорошо ну и давайте быстренько пробежимся чем у нас здесь PCIe 3.0 x16 второй скорее всего 8x идет 2 PCIe 1 2 полноразмерных PCIe для установки аудиокарт и других устройств коннекторы обильное количество коннекторов вывод аудио вывод юсб шек на фронтальную панель одна панель кстати юсб 3.0 две панели юсб 2.0 то есть каждая может нести в себе до 6 портов то есть короче говоря по портам здесь ограничений нет никаких что мы видим восьмифазное питание процессора в принципе как бы нормально 8 пиновый коннектор это хорошо плюс они еще здесь находятся под алюминиевой такой рамкой ну как бы нормально конденсаторы тоже в принципе нормальный спаяно все ну спаяно все знаете ща покажу смотрите значит вот смотрите на вот эти четыре фазы вам кажется что они спаяны не параллельно вот и мне кажется что они спаяны достаточно таки криво в принципе это лишь только эстетический вид главное чтобы работала нормально hd audio у нас здесь надпись в принципе по транзисторам ну дохренища здесь всякого маленького распаяно написано и чё еще а но в связи с тем что здесь не хватает места допустим распаять надписи надписи здесь на плате вынесены здесь еще должен быть а вот он м2 sata то есть куда мы будем ставить ssd под систему но а здесь точно здесь винтик в комплекте присутствует и здесь размеры трех видов то есть у нас вот 2260 или 2280 здесь также присутствует 2200 и еще урезанный маленький ну поправьте если я ошибаюсь просто я с ssd дело особо много не имел что еще четыре ddr четвертых распиновка 24 на мамку и здесь у нас ну в принципе материнка как бы не хрустит огромный плюс огромный плюс вот в этой штуке обожаю когда материнки ставят такие кнопочки то есть кнопка включения кнопка сброса биоса и обычно обычно эта кнопка отвечает как раз таки за сброс биоса короче говоря включение перезагрузка сброс биоса обожаю когда такие кнопочки ставят и не нужно то есть я вот люблю как я люблю поставил ты этот самый вот так вот материнку и пользуешься я не люблю корпуса все прекрасно об этом знают здесь у нас непосредственно сам биос и что круто то что то что биос сделан съемным то есть вы можете его просто взять отсюда и вытащить если он вдруг у вас накроется и поставить сюда запасной и кнопка переключения то есть кнопка переключения свитчер биосов по моему да скорее всего так и есть то есть вы можете задать несколько презентов по памяти и сюда их забивать в принципе что у нас здесь мост тоже находится под алюминиевой рамой массивной достаточно таки и здесь у нас присутствует обильное количество сата разъемов то есть обильное количество сата разъемов вот это разъем я честно признаться не знаю что по моему это сата экспресс который уже просто признан дохлым дохлым совершенно наглухо и конечно же этот самый установка под процик ну стандартная такая установочка открывается и сюда вкладываете ваш процессор в принципе здесь об этом нечего даже говорить крышку убираем потому что сейчас уже скоро будем ставить сюда процессор что еще что еще четырех пиновый контроль этого самого охладителя процессора значит он управляемый может быть потому что обычно трех пиновый не управляемый четырех пиновый управляемый Также 4-пиновый охладитель на корпусный вентилятор. И давайте заглянем уже на количество портов. Да, порты действительно радуют. Здесь у нас и DisplayPort, и DVI, и HDMI, и куча огромная USB 3.0. Смотрите, реально практически все разъемы USB 3.0. Ethernet, есть SPDIF, то есть оптический выход на оптическую акустику. PS на 2 для установки клавиатуры и мышек старых, на удивление. USB 2.0. И что вы видите? Вы видите то же самое, что и я. То, что эта материнка кривая, как жопа старухи, будем так выражаться. Вот реально, она кривая, как хер знает что. Я вот сейчас смотрю и вижу просто, что вот этот вот левый модуль, по сравнению с окончанием материнки, он просто-напросто вообще кривой. Ну что ж, в принципе, как бы я все основные компоненты рассказал. Вот это что, я не знаю. Это, скорее всего, аудио-чип, но он мне ни о чем не говорит, потому что он находится под экраном. В принципе, в принципе, качество неплохое. Количество портов реально за глаза. Вот эти кнопочки просто меня покорили. Обожаю такие кнопочки. И нормально так. Неплохо, как сказал бы Вован. Давайте посмотрим побыстренько SSD-шку. То есть, я же вспомнил, что у нас есть SSD под систему. Следовательно, это SSD будет под игры. То есть, непосредственно под игры. Вот такая вот простая бичевская упаковка. Видите, никаких даже там бумажек, гарантийников. Сразу ее в помойку совершенно отправляем. И вот просто жесткий лежит здесь в таком пакетике, даже не антистатическом. То есть, это 2,5 дюйма стандартный. Можно его купить. Ну, он реально как бы недорого стоит в мире с SSD. И использовать его как внешний накопитель для, например, монтажа. В случае, если у вас там Mac или нету дополнительных разъемов. В принципе, ну что. SATA 6 гигабит, SATA 3 у нас здесь. И больше ничего я по нему сказать не могу. Никакой там тип памяти стоит. Ничего бы то ни было вскрывать я не буду. Корпус. Это алюминиевая пластинка, это пластик. В принципе, все. С вами был Александр Мордынский. Вот такая вот очередная распаковка к сборке компа, так сказать. Все здесь включено. Ставь лайк, если ты не овощ ебаный и бесполезный, конечно же. Пиши комментарий. Ну и ссылки в описании на все. Также на группу ВКонтакте. Всем удачи. Всем пока. Огромное спасибо интернет-магазину TomTop за проект интересный.